Валентина Степановна, что такое? Распоряжение из Москвы. В избежание судебных ошибок теперь все будет записываться. Ой, нашли у кого ошибки искать. Чтобы повысить качество судебных заседаний и сделать их более открытыми, Министерство юстиции обязало проводить видеосъемку судебных заседаний. В ближайшие годы все судебные процессы будут записываться, а информация хранится в единой базе. В рамках федеральной целевой программы здание судов уже комплектует специальной техникой. Я думаю, качество должно быть в любом случае повыситься. Ведь вся судебная деятельность, она же основана на защиту интересных, законных интересов граждан. А в этой части любые средства объективного контроля, они будут только влиять на качество, улучшение, естественно. За Байкале одним из первых в стране было оснащено аудио- и видеосистемами фиксации. Первое заседание, записанное не только секретарем, было проведено еще в 2003 году, а видеоконференц-связь в судах края начала работать с 2011-го. На сегодняшний момент все суды нашего управления судебного департамента Забайкальского края оснащены комплексами видеоконференц-связи. Вообще задача к концу 2020 года перейти на электронный суд. То есть все судебные заседания будут проводиться с применением комплексов ВКС и аппаратурой аудио- и видеофиксации судебных заседаний. Специалисты уверены, оснащение записывающими устройствами позволит значительно улучшить процесс судопроизводства. Допрос подозреваемых может проводиться прямо из СИЗО, что сократит расходы на этапирование, а свидетеля, находящегося в другой точке страны, не надо будет ждать. Более того, благодаря камерам даже самые эмоциональные участники заседаний не будут позволять себе лишнего. Это будет дисциплинировать в стороны суд, потому что зачастую в сторону ведут себя неадекватно, оскорбляют друг друга. Да и судьи бывают без мантии выносят решения, сами себя ведут вызывающие. В нашей практике было о том, что фактически суд переписывал протоколы, да на нет. И хотя законодательно закреплено, что мы имеем право подать замечание на протокол, в данном суде, вот несколько лет назад, мой коллега Черкасов Виталий неделю сидел, писал замечание на протокол, около 40 страниц у него было текста, и ничего не добился. Пока что видеосъемка не является обязательной и зависит от решения судей. И в дальнейшем не все заседания будут фиксироваться. К примеру, если речь идет о делах об изнасилованиях или участии в процессе несовершеннолетних.